Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас пустышки. Пустышки месяца, целый пакет, много очень интересного. Здесь и покупки Fixed Price, Valber, Sazon и так далее. Ну, в общем, из разных масс-маркетов, магазинов. Так, поехали! Давайте начнем с любимой маски. Давно вам ее не показывала. Это Агафья. Экспресс маска для лица освежающая. Обожаю ее просто на утреннее применение. Она шикарная. Девчонки, вот кто пробовал, уже девчонки оценили по достоинству. Она есть в магнит-косметике, бывает частенько там на акциях. Кстати, не смотрела, надо посмотреть на Valber, Sazon, почем она. Потому что мои запасы иссякли, я, если хорошая цена, прям беру две штучки. Она и так не сильно дорого стоит, сто с чем-то рублей, без скидок, без всяких. А эффект от нее потрясающий, хватает ее на много-намного раз. Почему с утра? Она хорошо убирает отеки, сгоняет, разглаживает цвет лица, возвращает румянец. То есть личико такое свеженькое, ухоженное, все вот в ней отлично. Но она пощипывает, кому-то это не нравится. То есть некоторые даже говорят, прям дерет. Если перед этим вы хорошо почистились, может быть, даже со скрабиком или с гамажем, да, она может даже местами где-то в этой зоне дерет. Но эффект от нее вообще обалденный. Я ее обожаю. Копеечная маска, которая просто работает шикарно. Так, закончился вот такой вот шампунь от Kerasis. Брала его на сайте Рандеву. Это шампунь для волос. Вот такой вот красненький. Брала его и маску. Маску я вам, по-моему, уже показывала, рассказывала. Очень классная цена была за такой объем. И мне нравится, что вот такой вот дозатор. Это на самом деле тоже очень удобно. Может, бутылочку не выкидывать. Слушайте, перелить сюда точно. Это гениально. Я не буду ее выкидывать, потому что на самом деле это мне удобно. Я перелью туда либо шампунь, либо несколько гелей для душа. Вот так одна бутылка будет стоять. Умная мысля приходит во время съемки видео, да. Хорошая серия вот эта очень классная для убитых волос. Мне понравилась и шампунь, и маска. Вообще шикарный. Шампунь не спутывает волосы, но он их не утяжеляет. Я не заметила утяжеления от этого шампуня. Класс. Вообще класс. Разглаживает. Меньше пушистости, но в то же время объем сохраняется. Вот прям понравилось, понравилось для убитых волос. Волосы, у кого пушатся, тоже прям рекомендую присмотреться. Такая вот большая баночка. Это порошок Сарма. Я брала его на зоне, даже фамилия тут написана. У нас так на зоне иногда делают. Сарма. Это у нас, я забыла, производство. Где производят. В общем, мы с девчонками этот уже порошок обсуждали, когда искали замену порошку Фаберли, когда он у нас с вами зимой, весной сильно подорожал. Да, сейчас цены вернулись в прежнее состояние, и поэтому не вижу смысла больше какие-то там поиски продолжать или еще что-то, потому что меня полностью он устраивает. Этот тоже неплохо, но знаете, у меня сложилось такое впечатление. До этого я брала маленькую упаковку, она отстирывала даже самые сложные пятна с одной ложки. Хотя он не концентрированный, тут на стирку надо несколько ложек. А взяла вот эту большую упаковку и стирает хуже. Здесь есть фосфат. Девчонки на эту тему тоже много очень рассуждали. Они выполаскиваются только в теплой воде, холодным полосканием. Нет, я как бы решила эту проблему, но я и не боюсь фосфатов. Но как ее можно решить? Можно не дополнительно полоскать белье, а поставить быструю стирку в теплой воде. После того, как вы постирали, уже без всего, без порошка, но можно с кондиционером уже потом поставить в теплой воде быструю стирку и фосфат все выполаскивается. Он хорошо отстирывает, но почему-то мне вот в этой большой пачке показалось, как будто это подделка. То есть сыпешь 3-4 ложки на барабан, а нифига не отстирывает. Не знаю почему. Может быть и такое бывает. 2,4 килограмма, я взяла его как-то прям дешево за копейки, но вот должного эффекта не увидела. Так, маска от Alex Skin, мы с вами обсуждали, маска дорогая. Маска дорогая, маска продается на Valberis, на Ozon. Эти маски мне присылали на обзор, но это уже и так понятно, да? Что хочу сказать, мне вот эта маска понравилась, она классная. Я от нее действительно увидела эффект. Она хорошо увлажняет, она хорошо лицо напитывает, без ощущения какой-то пленки после того, как смываешь ее, да? Здесь есть лопаточка, удобный формат, красивые баночки. В этом плане вообще все как бы классно, супер, но цена, конечно, нет. Цена очень дорогая, очень дорогая, потому что, ну хотя аналогов этой маски я не встречала, вот не по действию, аромат, вот этот мандаринчик, апельсинчик, частички тоже цитрусовых здесь есть. Аналогов не встречала, нет, но все равно дороговато, это очень дорого. Так, дальше. Патчи Визе, которые я уже много раз вам тоже показывала, с девчонками и в телеграммах обсуждали, они классные, они стоят около 200-200 с небольшим рублей. Есть на Valberis, на Ozon, надо смотреть, где дешевле. А Визе, вот видите, вот так называется, вводите, вот они сокровят эти патчи. Классные действительно патчи. Ну что я вам тут покажу? Слушайте, тут у меня один патч, по-моему, прилив даже. Они такого золотистого цвета, половина, а половина темно, такого коричнево-золотистого. И действительно разглаживают, действительно хороший эффект. Я не вижу смысла платить за патчи больше, чем 250 рублей, точно. Вообще не вижу, поэтому почему бы нет, очень понравились. Сейчас другие у меня наподобие, еще дешевле, вообще 120 рублей они стоят, бывает 120-140, тоже неплохие. Но Визе вот эти получше. Девчонки отметили, что да, действительно от них есть эффект, патчи классные. За такую цену 60 штук. Детская линейка, девчонки, по-моему, от Беларуси, если не ошибаюсь. Ага, Белкосметик. Я брала тоже на сайте Рандеву вот такой вот гель-пенка для купания детской. Мы как подмывашку использовали, как шампунь и просто пену ванны, ромашка и лаванда. Очень классная, кстати, детская серия. Вообще супер, мне понравилась 0+. И пенится хорошо, и отдушка очень классная. Кто для деток ищет что-то такое более-менее бюджетное, вот эту штучку присмотрите себе. Так, Head & Shoulders. Он у нас в доме бывает практически постоянно. Почему? Потому что им пользуется муж, у него других шампунь и перхоть. Ну, вот так вот. Поэтому, да. Я тоже люблю этот шампунь, он силиконистый, от него волосики хорошо выглядят. Тоже держит объемы, в то же время все разглаживается, потому что силикона здесь очень много. Классный, иногда, иногда у него потыливают так изредка, да. У меня к нему зависимости нет, после него перхоти не возникали, но я знаю, у некоторых так бывает. Так, Атликато тоник закончился вот такой вот. Это у нас с вами гликолевый тоник. Атликато вообще тоники все хорошие, но они тоже периодически ценник очень сильно задирают. Поэтому надо смотреть, если цена хорошая, то да. Здесь кислоты, 10% кислот в этом тонике. Вот так он выглядит. И он действительно классный, от него видишь результат. Гликолевая кислота до 10%. Он хороший, но завышенная цена можно подешевле с такими же характеристиками найти. Так, Азелит, любимый уже всеми. Мне кажется, Азелит уже начал выпускать много-много-много косметики для дома. Да, она ядерная, да, она не такая безопасная, как Фаберлик, но вот этот антижир я все равно ни на что не променяю, девчонки. Потому что это тяжелая артиллерия в вашем доме, когда есть какие-то сильные загрязнения, когда нужно сковороды, кастрюли почистить с обратной стороны от вот этого вот нагара, который как-то не ухаживает за сковородками. Он все равно образуется, да. Обновить посуду, вот, вообще, пожалуйста, супер, я обожаю. Он ядовитый, он разъедает руки, у него химозный запах, но он работает. Он работает, поэтому у меня всегда флакончик дома вот такой вот есть на такие вот случаи. Антижир именно. В Магнит Косметик, мне кажется, самая дешевая цена, но иногда и на Валберс Назон тоже бывают цены адекватные. Дальше у нас скрапилинг. По-моему, девчонки, это фикс, если я не ошибаюсь, подтягивающий вот такой вот. Называется КЕР 365. Скрап обалденный, он солевой, он плотный, я его даже гелем для душа разбавляла, можно молочком для тела, как бы будет эффект еще, очень классно, классно напитывать будут продукты, да. По-моему, да, тропическая мракуя папайя пахнет обалденно, он действительно солевой. И я поняла, что мне солевые скрабы нравятся больше, там частички более угловатые, он лучше полирует, там соль вообще безумно полезна при многих заболеваниях, в том числе опорно-двигательного аппарата. Знаете, как раньше, я не знаю, как у вас, у меня бабушки и даже у мамы был мешочек такой с солью, да, сшитый собственными руками, он всегда лежал на батарее. То есть, если кто-то заболевал, вот этот солевой мешочек прикладывали к больному месту и все быстро проходило. На самом деле, свойства соли при наружном применении, они вообще уникальны, я убедилась в этом и не раз. Да, поэтому я больше люблю солевые скрабы, частичек много, очень густой, можно разбавить, банка большая, хватит надолго. Так, дальше. Я выкидываю вот такой лосьон Персив от Эйвен, запасы свои разбираю, разбираю потихоньку, нахожу что-то интересное, потому что срок годности уже весь вышел. Лосьоны у Эйвен такие, я помню, были классные. Не скажу, что они супер увлажняли, потому что здесь дофигища спирта в составе, да. Вот, но парфюмерная душка держалась на теле долго. Так, это тоже, по-моему, фикс, свежая косметика, свежая косметика, кокосовая маска для лица. Вы знаете, очень понравилось, здесь ее, правда, совсем мало, но она имеет такую консистенцию, сметано-сливкообразную. Этикеточка, вот такая свежая косметика, кокосовая. Кокосовая маска для лица омолаживающая, и она прям вот классная, вы знаете, такие деньги классные. Здесь, наверное, 50 миллилитров, если я не ошибаюсь, мало, но ее надолго все равно как-то хватает. Консистенция, вот она по лицу хорошо распределяется, довольно таким плотным средним слоем, ложится на лицо, как сливочки, потом у вас такое упругое, подтянутое, увлажненное лицо. Никакой пленки после нее тоже не остается, вообще очень хорошая, достойная маска. Если увижу, еще повторю. Так, пилинг, девчонки. А, нет, маска из этой серии от Битипил. Мне безумно понравились эти продукты, вы знаете, пилинг, если кто хочет профессиональный, вот Битипил прям лучше я еще не пробовала. А это увлажняющая, очищающая гель-маска с пептидами. Вот так она выглядит. Обалденная дозатор, удобный, объем 90 миллилитров, здесь окажется прям много, хватило тоже надолго. Это плотный-плотный прозрачный гель, который делает вашу кожу безумно упругой, чистой и увлажненной. Вот тоже очень крутая маска, прям вообще понравилась безумно. Так, дальше. Из фикса, девчонки, баночка пустая, да, познаешь, что это. Из фикса Уптан. Очень классный Уптан. Вот я брала по совету, ребят советовали на Вайлберрис. Мне из фиксы нравится больше. Вот у меня из Вайлберрис стоит, к нему рука не тянется. Что такое Уптан? Это типа, знаете, всякие там хлопья, зерновые культуры и минералы, перемолотые в муку, и вы этим самым умываетесь, это натуральная такая умывашка. Да, такая пыль. Вон она. Я не помню, какой он у меня уже был, но мне кажется, они все неплохие. От Сэндо, по-моему, если я не ошибаюсь. Не было этикетки, была только коробка. И он обалденный. После него кожа чистая до скрипа. Мне прям очень понравился, с удовольствием его допользовала. О, еще очищение лепестки розы от Эйвен Кеа. Помню, все так любили, когда я пользовалась Эйвен. Это тоник, тоник освежающий лепестки розы. Я не могу ничего сказать про него хорошего, честно. Тут тоже спирт в составе, поэтому нет. Так, дальше маска Mineral Life. Это у нас с вами Bio Beauty, по-моему, если я не ошибаюсь. Обалденная маска, не первый раз уже ей пользуюсь. Она у меня, по-моему, вторая, еще третья стоит в запасах, не открывала. Классная. Вот действительно классная. А стоит копейки. Это, знаете, по типу мы с вами тестили маски, такие дорогущие. На обзор тоже присылали. Они подтягивают лицо, когда лицо такое страшное становится. Помните, таких маленьких ампул их мы с вами разводили. И делали они. У меня, кстати, еще есть эффект такой же. То есть вы ее наносите. Она начинает, она такого коричнево-землистого цвета. Мне безумно нравится очищающий продукт из этой серии вот такого-то цвета. Отдушка у нее тоже натуральная. Это натуральная продукция. И отдушка, не скажу, что приятная, но и не отталкивающая. То есть она вот натуральная, такая землистость какая-то чувствуется. И когда вы эту маску на лицо наносите, потихоньку лицо начинает стягиваться. Лучше лежать. Стягивается кверху. И получается очень классный лифтинг-эффект. Вообще очень классный. Вот перед тем, как пойти на какое-то мероприятие, продукция не сильно дорогая. Поэтому прям маску эту рекомендую. Гелевая маска. Я не скажу, что она гелевая, она землистая. Но для натурального продукта может быть это гелевая. Гиалурон, кто-то пептиды, шелк, обновление подтяжки кожи лица. Да, 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 да и да. На этом все, мои хорошие, разобрали. А, нет, не все. Самое главное, это не показала, самое огромное. Это Батист, сухой шампунь. Лучше я не пробовала. Бывали акции на Вайлберс и Озон, когда он стоил адекватно. Сейчас я очень давно их не встречаю. Цена на него задрали. Магнит косметик, он стоит бешеных денег. А так он гораздо лучше, конечно, чем сухой шампунь от Фаберлик. Он мне нравится больше, продлевает свежесть волос и кожи головы. Моешь голову гораздо реже. И, не знаю, никаких проблем с кожей головы у меня не вызывало. Отдушка приятная. Они, кстати, с разной отдушкой есть. Вот когда такие флакончики, вот еще с вот этой вот 50% бесплатно, были по хорошей цене, но Вайлберс и Озон брала, брала в запас. Сейчас уже пока хорошей цены не видела. А так нравится безумно. Ну, а теперь точно все. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Если так, обязательно ставьте лайк, пишите в комментарии. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok